Научно-образовательный кластер собрал специалистов ведущих вузов нашей страны. В нем приняли участие образовательные организации медицинской сферы из Ярославля, Воронежа, Тамбова, Симферополя и Москвы. Мы остро почувствовали такую потребность в коллаборациях, сотрудничестве, решении совместно многих проблем и в клинической практике, и в прикладных научных исследованиях, и в совершенствовании образовательных процессах вместе с нашими коллегами. Поэтому мы уверены, что сообщаем вместе, мы будем успешнее, быстрее, удачнее решать многие насущные проблемы. Главная повестка восточно-европейского кластера была посвящена подготовке кадров в здравоохранении. Обсуждалось совершенствование образовательных программ в аспектах симуляционного обучения, воспитательной работы, непрерывного медицинского образования врача и совершенствование педагогического процесса. Также секция будет посвящена и научным вопросам, реализации научных проблем в рамках функционирования участников кластера, так как без науки образование невозможно, тем более медицинское образование, когда инновации должны быстрее же образом внедряться в практику через образовательные программы специалитета непрерывного медицинского образования. Круг проблем очень широкий, поэтому коротко обрисовать, если от проблем таких, ну скажем, рабочих моментов внедрения новых стандартов обучения до очень серьезных для нас вопросов, связанных с появлением новых профессиональных стандартов образования от Министерства труда. На пленарном заседании выступил ректор РИАС ГМУ Роман Калинин, рассказав о подготовке кадров для системы долговременного ухода. Но мы здесь говорили о тренерах из числа тех специалистов, которые будут работать в учреждениях, в которых находятся пациенты, требующие долговременного ухода, и в том числе и родственного ухода при необходимости. Это, безусловно, определенные форматы и в том числе развитие и эволюции нашего общества, когда мы обращали внимание не только на пациенты, находящиеся на лечении, но и на тех, кто нуждается в уходе, нуждается в уходе длительном, который не исчисляется койкой днями, а действительно становится хорошим здесь мысль хранического. В рамках кластера прошел тренинг по эндоскопии, где можно было увидеть виртуальную микроскопию. Также состоялся тренинг по оказанию неотложной помощи на виртуальном пациенте. Это время цифровых технологий, и вот визуализация микроскопических объектов с помощью современных роботизированных оптических систем позволяет обеспечить доступ всех студентов, всех обучающихся к высококачественным, уникальным цифровым препаратам. А это значит повысить качество образования, это значит, соответственно, обеспечить преемственность. Мы сегодня привезли свою презентацию по профориентации. Считаем, что, собственно, начало профессионального обучения будущего врача начинается именно со школы, с гимназии, с лицея. У нас построена хорошая система профориентационной работы, создан предуниверсарий, и это нам позволяет формировать у ребят не только глубокие знания по изучаемым предметам, которые необходимы для поступления, но и применить мотивационный характер их дальнейшего профессионального поведения. Восточно-европейский кластер – это прежде всего обмен опытом, знаниями, которые в дальнейшем можно будет применить в российском медицинском образовании. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова